Весы, приветствую вас, мои дорогие! Давайте посмотрим ваш расклад на май месяц. Что вас ожидают в начале, в середине и в конец месяца? В конце расклада мы возьмем карта совета для вас. И первая карта для вас, мои дорогие, карта мира. Постарайтесь в начале месяца сохранить то, что есть на сегодняшний день. Все зависит в ваших руках. Разрушить что-то или сохранить это все вы сможете. Но все-таки в начале месяца требует от вас для того, чтобы вы сохранили, не разрушили. Для некоторых здесь может касаться карта то, что показывает, может какая-то поездка. Но это как-то может быть в другой стране. Может быть это как-то более далекая, какая-то поездка не то, что в другой город, а где-то в другую страну. Давайте посмотрим следующая карта на начало месяца. Это семерка Пентакли. Начинание чего-то нового. У вас в начале уже в месяце пока что у вас есть цели для того, чтобы вы начинать что-то новое. Может это касается, кто-то хочет в тех отношениях вкладываться, сохранить те отношения, которые на сегодняшний день есть. И наоборот взращивать, может что-то новое в этих отношениях. Для того, чтобы эти отношения в будущее привели даже может быть к рождению детей, к более стабильности. Если это касается рабочего момента, то есть желание больше куда-то поехать, заработать. У вас есть цели в начале месяца. Давайте посмотрим следующая карта. Двойка Жезла. Двойка Жезла показывает у вас желание, цели есть. Но вы пока на сегодняшний день привязаны к тем отношениям, которые у вас есть на сегодняшний день. И для того, чтобы начать чего-то новое, вы сначала должны поработать на эту привязку, на то, чтобы вы как-то смогли отпускать это. Давайте посмотрим следующая карта. На середине месяца Верховный Жрец. Верховный Жрец требует на середине месяца более веры в себя, более поставить себе уверенность в тех целях, что у вас все это получится. О чем вы желаете, а ваши желания, мечты должны исполняться. Но если вы будете в этом уверены, да, будет вера ваша, да, очень как бы не то, чтобы сомневаться. Давайте посмотрим следующая карта. Это Десятка Жезла. Десятка Жезла показывает, что вы очень сильно берете на себя, да, вот вы тащите груз этот май месяц на себе. Постарайтесь, да, давайте так скажем, если касается, да, кто-то попросит у вас помощи, да, помогайте. Но если человек не просит, да, постарайтесь вот лучше себе, да, вот цели поставить и начать что-то новое, да. Потому что вы как бы сами себе закрываете глаза дороги, да. Давайте посмотрим следующая карта, да. Так, следующая карта, карта башни, да, разрушение ваших стереотипов, привычки, да, что-то вы сами должны уже в середине месяца разрушить. Но это может касаться тех, которые очень сильно привязаны к каких-то отношениям, да, к прошлым. Здесь как-то вроде бы есть и начинание новых, да, вкладывание в новые, но в тот же момент вы пока привязаны к прошлым, да. Из-за этого может вы и в себя, может энергетическое в себе разрушать. Давайте посмотрим следующая карта на конец месяца. Тройка Пентакли. Это тот период, когда вы можете вложить себя, вкладывать себя, начать чего-то новое. Даже если касается финансовой, да, это возможности дается, да. Это тот период, когда вы можете сделать и быть уверены, что у вас, вот ваша вера, да, что у вас получится. Давайте посмотрим следующая карта для вас, мои дорогие. Это Королева Жезла. Королева Жезла для вас, женщина, показывает вашу благородность, ваша, ваша, то, что вы умная, то, что вы достойна, да, то, что вы оцениваете по справедливости, что происходит. Даже вы можете себя иногда винить за то, что вы неправильно себе поступили, да. А это то, что не поступили, что вы очень, да, добрые, да, и хотели кому-то помочь. И этого не стоило в свое время, да. Мужчины, если сказать про вас, то у вас есть такая благородная женщина рядом с вами, да. И если она может, да, подать вам руку, да, прислушивайтесь к ней, да. Вот постарайтесь, да, принять вот эту помощь от нее. Давайте посмотрим следующая карта, как карта совета для вас, мои дорогие, что вам высшие силы советы. Фортуна на вашей стороне. Фортуна, возможность, удача, успех на вашей стороне. Если вы хотите что-то вкладывать, начать чего-то, самое главное не привязывать, да, и разрушить, отпускать это, да. И начинать что-то все-таки, возможности касаться новое. Конечно, мои дорогие, это общий расклад. Лично в расклад обращаемся по номеру телефона, который указан на экране. И для того, чтобы не пропускать новое видео, подписываемся на YouTube-канале.